Они любят и остаются преданными своему делу и традициям. Кочуют в 30-градусный мороз, пургу дожди и в комариное лето. Растят в тундре детей и не забывают заветов отцов и дедов. Наш следующий материал о смелых, добрых и сильных духом людях. Об оленеводах общины Ямпто. В дни празднования одного из главных праздников Нинницкого округа наша съемочная группа отправилась на побережье Карского моря. Репортаж Алины Волучейской. Обеденный стол прямо посреди тундры. Сырое мясо с кровью для кого-то может показаться дикостью, но для кочевников это одно из любимых и очень полезное блюдо. В оленине содержатся необходимые витамины и микроэлементы. Вот вы его, получается, свежим едите? Свежим? Всяко. Солить можно. Подложать. Да-да, ну вы прямо рассказываете. Но вы каждый день его едите или каким образом? Каждый день, конечно. Без мяса. Вареный, конечно. А еще эти сильные и красивые люди не могут без свободы. Свободы, которая только что в тундре и есть. Бескрайние просторы, сопки и озера, реки и морское побережье. В общине Ямпто удалось сохранить годами нажитые традиции и обычаи. А алкоголь здесь – строгая табу. Интересный факт. Кочевники живут по библейскому слову. Читают молитвы и веруют в Бога. У меня дедушка был православным в Руси, где-то крещением занимался. Он как бы вот и все равно свое это держал, он передал своим детям и внукам. Но в последнее время сейчас, в последнее время, почему я на этот вопрос, самое главное, хочу ответить, что почему общине Ямпто называют крепким или сильным. Это уже сегодняшнее время придерживаемся как к библейскому слову. Испокон веков кочевники им дают, именно так называются переезды оленеводов по Нинецкой земле, целыми семьями с детьми. Тех малышей, которые появляются на свет в городском родильном доме, после выписки тоже везут сюда, в тундру. А женщины здесь очень скромные и, конечно, красивые. Причем секрет их довольно прост. Вы здесь очень все красивые. То есть вы прям вот следите за платьями своими, да, прически, платочки. Не хотелось ли когда-то там, например, какие-то салоны красоты, еще что-то? Или как? Какие здесь у вас там секреты красоты есть? Секреты красоты? Ну, особых нет. Достаточно доброго сердца. Города-то, суета. Везде надо успеть. А в чуме мы все успеваем делать. Труд чумработниц довольно нелегкий. На плечи хрупких кочевниц ложится масса дел по хозяйству. Наколоть дров, постирать белье и помыть посуду. Причем вручную, ведь бытовой техники здесь нет. Но главная цель и призвание тундровых красавиц – хранить тепло домашнего очага в чуме. Да, она готовит. Если она готовит, если она временно останется, то еще она будет шить мальцы примерно, тубики. Праздничный день. В стойбище довольно оживленная атмосфера. Мужчины отдыхают и набираются сил перед состязаниями. Им предстоит выяснить, кто же в этом году станет лучшим в прыжках через нарты, самым точным в метании тензеяных хорей и самым сильным в ненецкой борьбе. К условленному месту съезжаются оленеводы из разных уголков Карского побережья. Когда один на один с природой, не забалуешь. Кочевники – мастера на все руки. Занимаются и сваркой, и ремонтом техники. Причем прямо посреди тундры. Совсем сломанный был. Эту планку поставили. И потом вот эта планка тоже опять лопнул. Еще несколько времени. А потом пластмасс поставил сюда. Пластмасс сейчас держат. Ну так, ездим. Яков Соболев на праздник приехал из соседнего стойбища. Мудрый и добрый мужчина, дедушка 13 внуков, которые, кстати, тоже живут в тундре, сам всю жизнь провел качуя. В Нарьинмаре не был ни разу. Говорит, в город не тянет. Совсем. Свою жизнь не потеряем, конечно. Так и живем. Оленев отстого. Мы как горской жизни и тундровой жизни. Это разница. Разница. А у меня дети все хотели в тундре жить. Потом учатся в интернате. Каратайка учились. Ну, где-то 4-5 классов. Не хотят больше. Не хотят. Почему-то отцовские учения не хотят. Отцовского учения жаждет и Прокопий Вылка. Мальчику всего 13, а он уже ловко управляется с рогатыми красавцами. Сейчас останешься в тундре. Все, в тундре остаешься жить? Ага. А почему? Почему, что надо помогать маме и папе. Супер. А расскажи, как ты маме и папе помогаешь? Маме тускаю воду, а папе помогаю дровать. Ну, я смотрю, ты уже с оленями умеешь управляться, да? Да. Ага. А что ты с ними делать умеешь? То есть ты свои братья уже в упряжку их можешь? Да. А как ты так научился? А, я не знаю. Борогам. Несведущему человеку может показаться, что рогатых животных не отличить друг от друга, но и в оленеводстве масса тонкостей и хитростей. Ближе к ночи в стойбище начинается подготовка к одной из самых ярких и интересных частей праздника – гонкам на оленях упряжках. Сюда, в кораль, собираются несколько сотен лучших издовых быков. Причем самое интересное, что оленеводы помечают своих животных. Вот, например, у этого оленя уши одного вида, а вот у этого, видите, остренькие. Это делается для того, чтобы в таком огромном количестве оленей каждый кочевник смог найти своего. Этот олень у Федина Крета, у председателя, на ушах эти куски отрезаны. У каждого отрезаны, на ушах метка по-разному. Григорий Тайбарей кочевой образ жизни ведет с рождения. Уже 35 лет мужчина в тундре. Здесь набирался знаний и навыков, необходимых для ведения быта. Сегодня у Григория собственное крестьянско-фермерское хозяйство и довольно большое по меркам оленеводов стадо. Когда каждый гонщик выбрал и запряг своих оленей, а солнце уходит за горизонт и на траве выступает роса, начинаются гонки. Сегодня спортсмены соревнуются в общих заездах. Мужчины стартуют первыми. По тундре разносятся крики, погонщиков и звон колокольчиков. Олени мчатся к финишу. Среди представителей сильной половины человечества. Самым быстрым становится Семен Соболев. Ощущение просто класс. Да? Рассчитывали победить или так? Рассчитывал. Что нужно было для победы? Олени хорошие или упряжка хорошо управлять? Олени хорошие. И управлять. А вот к финишу первой приходит Надежда Вылка. Молодая кочевница обошла более опытных женщин. Не боитесь так на оленях? Нет. Мне даже наоборот очень нравится. Гонка. Не первый раз участвует? Нет. Я уже в два раза. И вот в прошлом году тоже первое место будет. Когда имена лучших известны, время отдыхать и набираться сил перед трудной и долгой дорогой к зимним пастбищам. Дружную гурьбу и кочевники отправляются к чумам. И ещё предстоит обсудить последние новости и наметить планы. Здесь, в тундре, свои законы, свои устои и правила. Но когда видишь, насколько эти смелые, добрые и сильные духом люди любят своё дело и образ жизни, становится понятно – оленеводство будет жить.